У меня телефон виснет, потому что заполнена память, и нужно заново его там чистить, не знаю, что делать с этим. Вот. Ну, короче, я хотела сказать о том, что я такой человек, которым я всегда всё пробую, реально. То есть, да, на какой-то период времени я была против детоксов, против НЛ, против всего подряд, но приходит время, приходит осознание, когда ты реально начинаешь пробовать, и ты меняешь своё мнение по поводу тех или иных позиций. Поэтому не нужно быть староверами, которые долбят себя в грудь, типа, нет, я противник, я не хочу, там, сетевой говно, НЛ, говно, не разобравшись в этом. Если вы реально разберётесь, если вам реально будет это интересно, то вы поймёте, что всё вообще иначе. Поэтому, когда я зову своих людей, когда я им сейчас пишу сама, да, я реально хочу от души показать им, что здесь намного всё лучше, не так, как они раньше думали. Вот и всё. Так, да, можно с того места, как мы начали, про другой сетевой. Всем привет ещё раз, кто не заходил, потому что у нас тут был уже... По какому поводу такая красивая... Да не по какому, просто прекрасное настроение сегодня, вот и всё. Сколько, сколько можно... Да хоть сколько, без разницы. Вот, и... Короче, вот, мы с Сашей решили попробовать себя в одной сетевой компании, SweetTips, да. Мы начали... Мы купили там, ну, пакет всякий. И суть в том, что... Мне это не вредно. Суть в том, что... Ну, мне не хватило там движухи. Её нет, она не популярная и так далее. Мне хотелось реально больше вот какого-то движмижа, да. Я ушла с работы, мне скучно. И, в принципе, я хочу какого-то развития. Поэтому я поменяла сетевую компанию. А то, что сетевые работают, уже проверено давно. И я захотела попробовать. Вот. Такие дела. Хау тут. При вас. Так что, вот такие пироги. Короче, не нужно бояться, пугаться и думать сразу вообще. Ну, это глупо, на самом деле. Это стереотипно немножко. Хотя, что я говорю? Я раньше... Я сама была такой. Я реально была всегда такой. И если я вот решила, что это говно, хоть что-то мне скажи, это говно. Пока я вот сама не пришла к тому, что поменяла своё мнение. Вот и всё. Так что, вот. Хотела я об этом, на самом деле, поговорить и сказать, что меня беспокоит. И просто реально хочу открыть вам глаза, ребят. Что, если те же НЛщики попадаются вам всё больше и больше, если это разоблачение от этого популярного блогера, то я его смотрела, Сань. И он так разоблачает всё. И это очень смешно. Вот. Скажу говно. Вот эти разоблачители, которые в Ютубе любят всё разоблачать, ну, это реально смешно, на самом деле. Они разоблачают этот... Даже тот же НЛ всё разоблачает, разоблачает, разоблачает. И... Ну, и чё? В итоге НЛщики зарабатывают бабки, НЛщики ездят на мерсах, у НЛщиков всё хорошо, а они там всё разоблачают. Да, они просто на этом ловят хайп, как нормальные блогеры. Всё нормально, они делают очень качественный контент, всё красиво снято, ещё с такой музыкальной подачей. Всё вот это всё так красиво. И, конечно же, ну, кажется, что да, всё говно. Окей, про научный подход. У меня тоже есть на это своё мнение. И, допустим, вот есть книга «Китайское следование», которую вот этот вот Борис, он, короче, решил раскритиковать и внести своё мнение. Или там против веганов, сыроедов. Окей. Да, в принципе, я сейчас считаю, что... как можно вообще наглухо верить чему-то одному, если мы живём вообще в стране, где у нас есть над нами вышестоящие люди, да, наше правительство и так далее. И если правительству будет выгодно вот так, то они всем заткнут рты и скажут, как надо говорить. И никогда никто не пойдёт против. Вот настолько глобально я могу копать вот в эти все дебры и рассуждать. Поэтому верить в то, что без мяса умрём, ну, как бы, можно верить. Тут как бы просто выбор каждого человека. И каждый выбирает какие-то позиции. То есть кто-то верит в одно, кто-то верит в другое. Вот так же религии, да? Почему кто-то верит в Бога? Почему кто-то верит, там, ислам и так далее? Я вообще отказалась от религии. Я больше не верю ни в кого. Я верю во Вселенную, я верю в нас, я верю в саму себя. И, ну, верю вот именно в силу Вселенной, в наши тут всякие вот эти вот штучки-дрючки, а не в Бога. Просто раньше это называли религией, чтобы как-то держать людей в узде, потому что по-другому в ними руководить было невозможно. И зато они проделывали определенные там всякие религиозные моменты, которые были выгодны вышестоящим. Вышестоящим. Вот. Ну, короче, это мое мнение. У меня был сейчас, так скажем, ПМС, и поэтому меня высыпало в плечах. А вообще, когда происходит вот такой детокс, то должны быть какие-то вот такие изменения в плане, там, прыщи, всякая какашка, потому что у тебя организм очищается и, соответственно, выводит всякое дерьмо. Жестко сказала. Масоны. Ну. Короче, на самом деле, я знаете, что поняла? Век живи и век меняй свое мнение. Вот так вот. И вообще, что, блядь, правды ее нет. Есть либо, есть мнение, есть вот такое мнение, есть другое мнение, а правды нет. Вот и все. И либо ты приверженец вот этого, либо ты приверженец не вот этого. Все? Объяснилась в позицию? Мне кажется, точнее просто некуда. Вот. Ладно, давайте просто о чем-нибудь нормальном поговорим. о чем-нибудь другом. Ой, спасибо. Это приятно. Короче, я вообще, знаете, как представляла? Я представляла, что буду умирать в этом, на этих соковых днях, что я буду вот такая... У меня нет энергии. Реально, я представляла, что у меня будут вот такие вот там... Так вот, потому что у меня будут синяки и все такое, но все четко. Я не хожу на тренировки уже несколько дней, и я не могу себя заставить пойти. Прийдите, прикиньте, прийдите. Да, правда, нет, везде. Да, я тоже думаю, надо поднимать какую-нибудь дурацкую тему и говорить о том, что давайте обсудим детские какашки, и все мамочки такие, у-ху, четко, есть где гульнуть, и погнали писать. Большой шефу, блин. Да, в принципе, можно. Короче, кстати, в субботу я буду проводить встречу. Кому интересно, приходите. Прям вот встреча-встреча. Да, нужно настроиться психологически, и тогда вообще поплет поедет все четенько. А что сегодня среда? Или вторник? Ой, сегодня вторник. Да, сегодня вторник. Сегодня второй день. Вот, а еще вчера у меня начал самый марафон, и уже по первому даже заданию, когда я проверяю, понимаю, что крутые собрались люди, и я прям очень рада. И вообще мне очень нравится этот марафон, потому что я в него столько вкладываю души, что прям вот так вот, ну что-то такое мое, такое любименькое. Ну прям кайфово. Нормально отношусь к диете на эндоджи. Понятно, что не нужно заменять все приемы пищи, там, вот такой едой. Я считаю, что все равно должно быть присутствовать в рационе обязательно, там, фрукты, овощи и так далее. А если комфортно, то можно заменять углеводы. Ну там, не заменять углеводы, а как бы в дополнение к простому рациону. Поэтому, да. И у меня вообще будет такая фишка, что я же провожу онлайн-тренировки, там, онлайн-марафоны, что для моей структуры, чисто для моих, там, чих-чих-чих, я буду помогать всем, там, худеть и так далее. И буду помогать составлять диеты и тренировочный процесс. Вот. Включаю в него как раз-таки смарт и энерджи и так далее. Да, спасибо. А еще я купила такую фишечку, типа, там, Slim. Там всякие входят штучки-дрючки и хочу попробовать на себе. Я все еще не теряю надежду, что я похудею. Но это я уже сделаю после того, как кончится мой детокс. Вот. Такие пироги, ребятушки. Ладно, рассказывайте, как у вас дела хоть. Загрузила такая всех. Ну, дядься там своим. В общем, сегодня встали в 12 часов. Это было ужасно. Мы проснулись просто, и Саня такой, Крис, 12, едка. Ёпта. Просто весь день. Это что за люди вообще? Ну, нифига у меня ресницы уже длинные ставят какие-то. Ну, или они и были длинные. А что там спрашивали? Скажи свои коронные фразы. Какие? Их нужно говорить от души. Навыки вождения. Да, надо что-то, блин. Лень. Я лентяйка, блин. Я все английским не могу заняться. Мне девочка уже давно написала, скинула мне пройти этот тест, чтобы понять, какой у меня уровень. Я все откладываю, забиваю. Вот надо вот прям взять и пройти сейчас. После эфира. Иначе это может длиться долго. Нужно брать и делать. Кто долго ждет, тот долго ждет всю жизнь всего подряд. Поэтому вот. Короче, ладно. Я пошла тогда. Чем-нибудь полезным занимаюсь. Да, я поняла, что вот этих шакрака, шафу. Я же их, ну, говорю, когда у меня вот этот настрой есть, тогда они и произносятся. А так оно будет звучать просто чоково, шакрака, шафуха.